В свободном доступе теперь мемориальный комплекс Чингисхан перед правительственной резиденцией. Раньше посмотреть на памятник можно было только от начала лестницы. Сейчас можно прикоснуться рукой к золотой надписи и сфотографироваться возле постамента. Такими же открытыми становятся музей парламента, расположенный в резиденции, и зал почета, где хранится государственный штандарт – белое знамя войск Чингисхана. Это будет первым шагом на пути к обеспечению прозрачности и открытости нового правительства. Сегодня я собрал вас здесь, чтобы мы вместе могли поклониться комплексу Чингисхана. Далее приглашаю вас всех осмотреть зал, в котором находится государственный штандарт. Потом мы пройдем в музей парламентаризма. Вы будете первыми, кто откроет маршрут для всех желающих осмотреть резиденцию. Решение открыть двери резиденции ни в коей мере не нарушает законодательство. Здание правительства по-прежнему будет на особой охране. Но отныне любой желающий может побывать в зале, где находится государственный штандарт, и вручаются высшие государственные награды. Теперь можно попасть и в музей, чтобы вблизи рассмотреть уникальные коллекции государственных печатей, монет, собрания карт, словом, все то, что отображает историю монгольского государства и монгольской империи. История монгольской государственности насчитывает 220 лет. В нашем музее поистине раритеты. Таких экспонатов больше нигде не найти. Музей резиденции правительства, который все привыкли называть музеем парламентаризма, став доступным для посещения рядовых горожан, будет переименован в Большой музей монгольского государства. Но прежде чем открыть зрителям все залы достопримечательностей, в музее предстоит выполнить ремонтные работы. Еще при прежнем правительстве можно было принять такое решение и пустить посетителей. Но вы сами видите, в музее крыша протекает, нуждается в ремонте. Впрочем, это не отнимет много времени и сил. Мы быстро управимся. И таким образом правительство, открытое для публичного доступа, начнет свою работу. Быть более открытым для людей – первое решение нового правительства. Как еще изменится жизнь в стране, покажет время. Энг Тувшин Нембайер, Аист Монголия.